Про Курильскую операцию или как умеют воевать русские. К обороне Курил японцы готовились годами. Была создана система укреплений, позволявшая выдерживать многодневный обстрел из основных калибров линкоров, а также бомбежек. Укрепления в скалах с толщиной грунта от 4 до 50 метров. Множество тщательно укрытых и пристреленных орудий всех калибров. Сотни укрытий для пехоты и припасов, склады, рассредоточенные так, что при любом раскладе большая их часть оставалась целой. Об эффективности системы говорило то, что один из островов в течение двух лет с воздуха утюжили американцы, при этом не нанеся японским силам никакого вреда. К высадке десанта тоже готовились. Тех, кому удавалось бы пройти сквозь огонь береговой артиллерии и японской авиации, ожидало 25 тысяч солдат, вооруженных помимо стрелкового оружия, пятьюстами пулеметами, ста танками, а также минометами, бомбометами, полевой артиллерии и так далее. Японцы готовились воевать с американцами, воевать по правилам, сперва обстрелы линкоров, работа палубной и штурмовой авиации, потом десант. Но драться пришлось с русскими и такого хамства, которое устроила несчастным самураям Красная Армия, мировая история знает очень мало. При поддержке всего двух несчастных СКР на 40 десантных в кавычках судах, большей частью переделки из мирных посудин, подошло 3 тысячи человек, морпехи, стрелки 101-й СД. Я еще раз повторю, если кто не понял, 3 тысячи человек против 25 тысяч из 100 танков, засевших на хорошо подготовленных позициях и до зубов вооруженных. Подходили в погоду настолько хреновую, что не только авиация не летала, но и судам полагалось бы никуда не лезть. Доблестные японцы ухитрились прохлопать 40 вымпелов. Первая волна 700 человек разгрузилась под огнем. Несмотря на шквальный огонь, повредивший суда и прижавший пехоту, отбросили японцев вглубь острова в самый разгар высадки контр-атака. 18 танков при поддержке пехоты. Русских собирались просто вмять гусеницами в песочек. Пехота на голом бережку, без всякой поддержки, легкая добыча. Но Иваны успели перетащить это на глубине 2 метра сотню противотанковых ружей. 17 танков спалили лобовыми попаданиями, один в ужасе смылся. Оставшуюся без танков пехоту частью перебили, частью разогнали. Потом саперы заткнули глотку батареям главных калибров, АСКР испалили танкер, торчавший на мели, переоборудованный японцами под батарею. Следующая танковая контр-атака опять провалилась. Крейзи Рашенс дотащили на все той же глубине 2 метра 45-мм пушки. Высадился остальной десант. Спустя некоторое время, те японцы, которые еще были живы, сдались. Я бы дорого дал за то, чтобы увидеть лицо командующего Кабояси, которому сообщили, что он сдался противнику, которого в численности превосходил 8 раз. Итого, блестящая победа, доставшаяся малой кровью, из атакующих большая часть выжила. Причина успеха в отчете указана. Первое – скрытность и внезапность. Второе – высокий уровень выучки личного состава. Третье – мужество и героизм личного состава. Четвертое – слаженность и скоординированность действий всех участников операции. Да, трое командиров со знаменем в руках лично вели своих людей в атаку. Двое погибли. Последние слова одного из них – высоту взять, несмотря ни на что. Но это была личная инициатива. Их никто автоматами в спину не пихал. После этого кто-то еще хочет отдать Курилы. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok